Вы же понимаете, что наша компания достаточно большая, это Рост-сети. А Рост-сети, они представлены на территории всей России. Как пёрышком по ушку. Так звучат соблазнительные слова работодателей. Крупные предприятия, которые определяют жизнь края, знакомят будущих энергетиков, котельщиков, строителей и газовиков с их работой. Для студентов это хороший шанс приглянуться какой-нибудь организации, а для работодателя оценить потенциал будущего работника. Могут прийти, ну скажем так, ребята учатся на энергетике, а пришли, посмотрели, чем занимаются химические предприятия. Это расширяет их кругозор, и вот на стыке вот этих разных направлений тоже получаются интересные результаты. Большой интерес у многих студентов вызвало предприятие «Алтай-Автодор». Технари спрашивают про новые технологии и к чему им готовятся после выпуска. Очень много ребят, огончивших технически наш вуз, специальность автомобильной дороги, строительство автомобильных дорог и аэродромов. Они работают у наших подрядчиков. Не из-за выпускников политех, а потом у нас срезают асфальт или перекладывают заново? Нет, конечно. Кем себя видите года через 2-3-4? Надеюсь, живым, да. Но особо никем. Ну как же, вы же студент политехнического вуза, будущий энергетик. Ну, надеюсь, я буду хотя бы стажером на каком-нибудь предприятии. Вообще-то о будущем не сильно раздумываюсь. Думаю о настоящем больше. И это проблема. Например, студенты энергетики, которые уже сняли розовые очки, говорят, что им будет трудно найти работу с зарплатой выше 15 тысяч. Идти за такие деньги амбициозная молодежь не готова, поэтому ищут альтернативы. Если есть какие-то навыки, то их можно применить где-нибудь в другом месте. А вы энергетик, да? Да. Вы согласитесь идти в Макдональдс на кассу? Нет, потому что я не люблю людей. Может быть, такие смотрины – выход для старшекурсников, которые хотят остаться верными профессии. Ведь после знакомства с будущим работодателем можно пройти у него летнюю практику, стажировку и через пару лет назвать его своим коллегой. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Спасибо.